Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Выглядит это так. Доноры дают страну деньги, ее получают какие-то неправительственные организации, помогают больным людям, либо государство может также быть реципиентом получения этих ресурсов. И до тех пор, пока не существуют эти донорские деньги, к сожалению, может формироваться очень пассивная государственная политика. То есть государство не тратит свои деньги. Оно берет донорские, тратит и привыкает к такому ходу вещей. А на самом деле это помогать людям, которые живут в твоей стране и спасать этих людей. Это проблема не только Украины, это проблема разных-разных государств. И это проблема всех доноров в мире. Глобальный фонд это очень такая глобальная большая система, которая делает попытки в мире остановить эпидемию спины. В Украине она уже находится практически 15 лет. И глобальный фонд ежегодно ожидает от правительства шага вперед и взятия ответственности на себя. Мы как неправительственные секторы, как организация, которая представляет пациентов, точно понимали, что эту проблему надо решить. Для нас очень важно было, чтобы появилась государственная ответственность. И для нас очень важно, чтобы эта ответственность была абсолютно осознана. И так как есть глобальный фонд, и он дает нам грант, мы решили воспользоваться этой возможностью. И предложили уникальную формулу, которая даст возможность смешать государственные и донорские деньги в одну программу. И таким образом даст возможность перейти в государственное финансирование. Формула была простая 20-50-80. Она говорила о том, что первый год государство дает 20% 80% глобальный фонд. Второй год 50% дает глобальный фонд, 50% государство. Третий год 80% дает государство, 20% глобальный фонд. Это очень простой алгоритм действий, который очень точно можно прописать в календарном смысле, как государство будет выполнять свои обязательства. И очень важно, что это не номинальные обязательства. Это надо дополнить общий бюджет финансирования на каждый год. Потому что если не дополняется, то проект прекращается. А для Украины это была бы катастрофа. По сути, это было непростое решение. Потому что намного проще было бы просто подписать глобальным фондом грант и всем работать спокойно. Не мучать государство, реализовать свои программы. Все было бы хорошо. Но мы все-таки смотрели в будущее и точно понимали, что практически там в общем объеме до полумиллиона человек обслуживаются грантом глобального фонда в Украине. И они все останутся по сути у разбитого корыта, если не дай бог государство не включит свою финансовую систему у грант глобального фонда. Я рад тому факту, что у нас получилось. И формула сработала. Эта формула решает проблему не только Украины. Для глобального фонда формула 20-50-80 является глобальным решением в любой стране, в которую они зайдут. По этому алгоритму они могут пойти везде. И законтрактироваться с государством по такому же самому механизму. И получить результат не через 15 лет, а через 3 года. Это впервые в истории независимости Украины происходит, когда государство видоизменяет свою социальную политику и начинает покупать услуги, которые нужны людям. И не через государственную систему, а на общем открытом рынке через систему Прозора. Через электронную систему закупок государство у неправительственных организаций может теперь покупать услуги, которые необходимы людям. Важно, что план перехода является ключом, который открывает дверь к новым финансовым отношениям с государственной машиной. И дает возможность развивать в своей организации более масштабные сети, предоставлять намного больше услуг. И показывает, что качество нашего услуга находится на высоком уровне. А с точки зрения эпидемии, эпидемия СПИДа, туберкулеза и гепатита, это вопросы национальной безопасности. И мы находимся в той эпохе времени, когда государство самостоятельно должно решать эти проблемы. Так вот, формирование государственной политики, жизнь и здоровье человека должно быть приоритетом номер один. Неправильная система ценностей. Потому что для людей природно понимать, что делать асфальт в морг – это хорошо, а обеспечить больницу лекарствами – это где брать деньги. Вот должно быть наоборот. И я думаю, что в Украине достаточно ресурсов, чтобы люди не обклеивали столбы объявлениями спасти своего ребенка. Существует ли риск, что государство сократит ресурсы? Неправительственный сектор является предохранителем, который не должен этого допустить. Система здравоохранения и вообще обеспечения, они на самом деле должны только укрупняться. Потому что это территория, которая была за все время независимости, недофинансирование процентов на 80. То есть она была катастрофически недофинансирована. Мы вступаем в какую-то новую эпоху, когда это не касается только плана перехода. Это касается вообще изменения государственной политики в области здравоохранения. Эта статья расходов должна увеличиваться, увеличиваться и увеличиваться. По абсолютно объективным причинам. У государства не хватает рук обслужить больных людей. Эти услуги можно купить у неправительственных организаций. У государства не получится выучить за 3-4 месяца социальных работников. Есть обученные, которые работают по 10 лет в МПУ. И таким образом решена сама проблема. И надо только ресурс. Кабинет министров должен смотреть в эту сторону по одной простой причине. Это люди, это их жизнь и это приоритет номер один. Мы это делаем уже все-таки 12 лет. Мы боремся за качество препаратов и за увеличение государственного финансирования программы лечения. За план перехода, чтобы выделили деньги. Мы точно понимаем, что надо делать, для того, чтобы не допустить подобных катастроф. Мы ведем напрямую переговоры с Министерством финансов, напрямую переговоры с Кабинетом министров, напрямую переговоры с Комитетом Верховного Совета, для того, чтобы учитывали в бюджете на следующий год потребности больных людей. В результате нашей работы, в среднем, за последние 4 года бюджет системы здравоохранения вырос больше, чем на 100%. Это результат работы большого количества неправительственных организаций, которые влияли на государственную финансовую политику, чтобы эти деньги выделялись. И они выделяются. В таком же темпе мы будем действовать дальше. На сегодняшний день такого масштабного, такого грандиозного перехода не было ни в одной стране. Это очень большой синхронный процесс, который происходит по всем направлениям одновременно. И мы, по сути, являемся лабораторией, которая производит уникальный опыт. За этим наблюдают все доноры в мире. И, конечно же, они ожидают, что это произойдет успешно. Потому что будет доказан очень простой принцип, что государственные системы могут быстро адаптироваться к новым подходам и реализовать сами, самостоятельно, политику в области здравоохранения, останавливая эпидемию спида, туберкулеза и гипотеза. Мы проактивная организация. Можем себя вести максимально агрессивно. И в нашей истории нет истории проигрышей. Мы в любом случае побеждали. 20-50-80 это рецепт успеха. В том, что в начале нашей работы над медической реформой в Министерстве охороны здоровья 100% життя была партнерская организация. От часов, когда было планирование, как будет происходить реформа, когда была стратегическая группа, которая оформила план 100% життя, брали участь и были драйверами этого процесса. Когда мы пришли в Министерство в 2016 году, по 2019 году организация 100% життя, как и другие организации пациентов Украины и другие, были ключевыми стейкхолдерами, чтобы помочь в плане, в стратегическом плане, в имплементации, и также лоббирование в Верховной Раде, чтобы проголосовали закон про медическую реформу. Мы начали набагато больше обратить внимание на то, что происходит в сфере тех людей, которые инфекционированы в ВИЛ, чтобы помочь. Первый крок, когда мы были в Министерстве, мы пошли вместе с пациентными организациями до Министра финансов и попросили, чтобы они в два раза больше давали финансирование, чтобы мы могли тогда показать Глобальному фонду, что государство серьезно будет перебирать на себя ответственность. Когда министр финансов погодился, это был начат нашей спорта с пациентными организациями, и это был очень важный крок, который показал, что государство готова перебирать на себя больше ответственности. Дуже помогло также, что у нас была Рада организаций и государственных структур, которые вместе боролись против инфекции ВИЛ и туберкульоза. Я думаю, что вице-премьер Розенко, который был керевником, и наши министерства, и другие министерства, которые участвовали, насправді координували нашу работу, и координация помогла. Те, что держава перебрала на себя больше финансирования, помогло в том, что громадские организации, пациентские организации, как 100% життя, могли пользоваться тим финансированием, которое приходило от доноров, чтобы не только купить леки, а надавать социальные услуги, превентативную медицину. Даже началась программа, где семейные лекаря могли делать тестирование на ВИЛ саме у своих кабинетах. И такие вещи помогли, чтобы расширить возможности. Потому что, когда все финансовые доноры ушли только на леки, не было достаточно денег, чтобы создать такие клиники, как мы сейчас есть в нем, або даже помогли, чтобы семейные лекаря могли делать тестирование на этом уровне. Также очень важно это извольнило денег, чтобы 100% життя могли допомогти в медицинской реформе. Одна из важных частей нашей реформы, что мы переходим на электронную систему охраны здоровья. И 100% життя, и другие пациентские организации помогли, чтобы створить саму систему, чтобы она была пациентно-орієнтована, что эти данные принадлежат пациенту, а не государству. И потому что, снова, лекаря купировалася через государственные деньги, мы могли быстрее развивать медицинскую реформу. А что медицинская реформа? Это создание системы охраны здоровья, которая справедливая, до которой мает доступ любая гражданин Украины, або людина, которая живет в Украине. И эта система пациентно-орієнтована. Когда наша система, медичная система, працюет, тогда все пациенты, включно с теми, которые инфекированы в ВИЛ, могут иметь доступ к качественным медицинским послуг. То это, что изменилось, ориентир от лише леки, на другие вещи, помогло, чтобы развивать медицинскую реформу для всех украинцев. И это, я думаю, одна из самых важных достижений, которое было, когда мы споевпрацювали с пациентными организациями, а именно 100% жизни от самого начала были нашими партнерами. Когда мы открыли двери и попросили организацию, чтобы они зашли, и нам помогли, они были одни из первых, которые зашли и помогли от первого дня. Продолжение следует... это с более лучшим сценарием, чтобы быть используем, чтобы быть использовав, чтобы быть использователь, чтобы быть установлены к localу, или к другому специфике, и строили в других местах. Я думаю, что, вы можете просто Migratin, которые подсоедались в нашей стране, в котором их, вывешись на это, The issue of one-day donor money disappearing from the country, we know that this day is coming, it is probably sooner than later, so let's strategically think what we can do and how we can do it. And the concept of 2050-80 is an excellent concept to be multiplied and implemented in other places. The transition plan demonstrates that at that time we had optimal group of partners on the side of the government with the public health center just freshly formed with its head, Professor Nisova at the time. We had visionary leadership in the network of people living with HIV that very quickly picked up the danger of disappearing donor money one day from the country and the need to address it better during the period when we still have this funding coming and we can plan how to do the proper transition from donor money to the national money. We had definitely a coalition of international partners, very strong engagement, not only from the UNAIDS office in the country, but also other members of the UNAIDS family. We had huge level of support and commitment from the donors present in the country, like, for example, PEPFAR partners, CDC and USAID. We had European Commission involvement. We had some other donors like Germany or Sweden. And so I think there was this unique moment of having like-minded people in one room with a similar vision, understanding that there is a need to move. And strong patient organization network itself, who managed to do a huge political mobilization around the issue, including at the highest levels of political decision-making in the country, because without it, the organization of the transition plan and the start of the implementation would not be possible. So I think this is the beginning of a solid system of response to HIV in Ukraine. And people change, but institutions are still in place. On the government side, it is Public Health Center, which is part of the Ministry of Health system, supported definitely by other governmental institutions, where is their field of responsibility, and on the civil society side, it is like a group of organizations involved in HIV, obviously with the unquestionable leadership of the network of people living with HIV. I would say that during my time in Ukraine, it was definitely one of the strongest civil society organizations, and it was absolutely number one organization representing interests of patients. And it is most probably still the case, even if I'm not in the country anymore, I think the strength of patient-oriented approach within the network, obviously they themselves are patients, so they know what patients need, they know how to mobilize, they know how to address, they know where to push in government or in donors, they know where the innovation is and how to adapt to this innovation. They are unquestionable leaders of the response in Ukraine. And I'm really, really proud of it, because this is something that UN AIDS at country level is looking at, this main partnership between the civil society and UN system in support of proper systems and proper ways, activities, actions in addressing HIV. When you plan to finance finance, help patients with HIV, you need to look at, what are the fields of finance finance. Many years in Ukraine it was almost exclusively for donors. Now it's already on the state's costs, and it's very important. It's also on the state's costs, the costs of the government, but it's also on the state's costs, the costs of the government. And so it's on the state, it's already on the state of the countries. It's not a lot of donors, but it's not a lot of donors, but a lot of donors in Ukraine, as the global fund, but for a few people, business businesses, who provide financing. Because any system can't exist only for the state's costs. It needs to be such a lot of people, who spend their lives with respect to the justice system. Дуже много стран получают донорские деньги, чтобы помогать пациентам, которые инфекованы в БІЛ. Многие из них остаются зависимыми от этих донорских денег. А когда есть экономическая кризация, как сейчас в мире, через пандемию COVID-19 и есть меньше денег, чтобы закупить леки или помогать странам, которые потребуют этих донорских денег, то тогда кто страждает? Самые пациенты. Когда государство перебирает на себя ответственность, как сейчас в Украине, и Украина является одной из первых, как не первая страна, которая начала перебирать на себя это финансирование, это поможет, чтобы створить стабильные условия для всех пациентов. И это также показывает самим гражданам, что держава дбает, пиклуется про них и берет на себя эту ответственность. Другая часть является, что деньги, которые когда-то ишли на леки, могут тогда переходить на другие программы, как социальная помощь, как развитие системы электронной охоты здоровья, клиники, специалисты, тесты, потому что сейчас даже есть программа, которую можно посмотреть на своем смартфоне, где есть ближняя клиника, где можно бесплатно пройти тест на ВИЛ. И такие программы только могут существовать, как есть достаточно финансирования. Когда Украина, как государство, перебирают на бюджетные деньги за купивание леков, тогда деньги, которые приходят от доноров или меценатов, можно использовать на другие вещи, которые приближают до пациента самому лекованию. Что помогает у организации 100% Життя, что они также создали амбулаторию первой помощи, и записалися до программы финансовых гарантий от государства и получают деньги, чтобы получать их клиники через государственный бюджет. Это снова помогает, чтобы они могли развивать дополнительные услуги для пациентов, которые инфекированы в ВИЛ, и чтобы были специалисты, которые понимают именно этих пациентов. 100% Життя – это самый сильный пациентская организация в Украине. Она имеет средства по целой Украине. Когда нужна информация, что происходит в регионах, они помогали, чтобы получать эту информацию, чтобы мы понимали, что имплементация, скажем, изменения на первой ланке, на первой ланке проходила успешно или нет. И с ними было приятно работать, потому что они справедливые, профессиональные и успешные в понимании своей роли. Я могу сказать, что из всех партнеров, которые мы мали, это были международные организации, как Всесвитная организация охраны здоровья, або другие министерства, которые с нами спорвали, на почти каждую встречу, где нужно было бороться за медическую реформу, с нами пошли и представители 100% Життя. Очень показалось, что когда мы ездили как делегація от Украины на Всесвитную организацию охраны здоровья, на Асэмблею, або когда мы ехали в Объединенные нации, чтобы говорить про те проблемы, которые есть в мире с ВИЛ и туберкульозом, то частью официально делегації были представители 100% Життя. Я думаю, что это показывает, какую поваду Министерство и Кабинет Министров сама держава мает до цієї организации. В Украине было очень мощное громадянское суспільство, достаточно развинено профессиональное средство, и все понимали, что те деньги, которые подходят с боку доноров, они не стали мы. Если мы не будем предлагать какие-то новые подходы, то доноры пьут, и вместе с ними пьут деньги, и вместе с ними пьут интервенции. Был предложен подход, который называется 20-50-80, и, власне говоря, что этот подход и стал такой инновацией, оскільки было чётко показано, что это не будет сделано за один год, было чётко показано, что у нас остается механизм співфинансирования с боку доноров, и было показано то, что государство будет поступово наращивать свои спроможности для того, чтобы выполнять те или иные обязанности. И мы сфокусировались исключительно на двоих таких сферах. Это сфера с профилактикой веоинфекции и сфера с допомогой веоинфекции пациента без посреди. Была створена рабочая группа, до склада которого ввошли усі представники зацікавлених сторон. И группу цю очолю мой заступник Віктор Ляшко, который сейчас главным державным санитарным лекарем. И, власне говоря, очень много работ, которые сейчас есть, они и результатом работы цієї группы. Нам нужно было показать, что мы не сближиваем обсяги государственного финансирования, а где-то находим экономию. И это был самый сложный вариант, оскільки никто не хочет делиться своими собственными грошами. Но на тот момент в Украине нужно было два важных этапа. Во-первых, это то, что начали закупки через международные организации, что позволило отримать экономию в государственном бюджете. И, во-вторых, началась реформа системы охороны здоровья, которая как бы започатковала новые механизмы финансирования загалом систем. И в цьем направлении очень активно працювала, в том числе, мережа 100% життя, зокрема Сергей Дмитриев, который был заступником головы группы, и провел очень много времени для того, чтобы сформулировать эти пакеты по экономии. И, другая, это, безусловно, нужно признать работу Институту аналитики, который готовил много технических документов, которые касались обгрунтования, пояснения, взаимодействия с партнером. И, когда мы пришли в Министерство финансов, то у нас уже были документы, которые говорили, ось есть рассчитывание, сколько нам нужно, ось мы говорим о том, что эти деньги есть в программе по ВИЛСНИДу, нам нужно их оптимизировать, сохранить их в этой программе и начать деятельность, которая бы стосовалася выполнению этой программы работы. Министерство финансов ожидало, чтобы была принята постанова Кабинету Министров. Через это мы переработали пакет документов на постанову Кабинету Министров. Постанова Кабинету Министров вешті-решт была принята, после этого началось угодление самих бюджетов. Тобто, насправді, за такими хорошими, красивими словами, чи цими стінами, в которых мы сейчас сидим, лежит величезная работа очень многих людей, очень большая ретельная информация и дискуссии. В нас очень много кто не верил, что это происходит, в том числе и в среде страны, и в зубе страны, и нам говорили, что Украина – это бедная страна, у вас нет достаточно ресурсов, и вы не сможете, как бы, это сделать. Но, так, сцепивши зуби, и шли вперед. И эти энтузиасти, которые осуществляли, самому, власне говоря, эту деятельность, они, не зважаючи на все эти перепоны, верили, что этого будет достигнуть. 100% життя займало завжди такую досить проактивную позицию и в разработке самого дизайну, и идеи, и потом в проведении. Тобто, умовно говоря, еще больше законодавших инициатив, которые были разработаны, включая и постановы, и, главное, дискуссию с представителями групп, с местным управлением. Особенность державного творения в Украине и державного финансирования в Украине поляга в том, что, если такая бюджетная лінія появляется, ее очень сложно извести прибраться. Это была тоже одна из тактик, которую мы использовали, которую мы использовали. Что мы имеем сейчас? Мы можем точно говорить, что если даже доноры педут, то пациенты и клиенты этих программ не остаются вообще без помощи. Доноры сейчас додают финансирование, что увеличивает эффективность программ, и увеличивает зацикавность в реализации этих программ. Но мы точно перестали быть полностью зависимыми от этой программы. Кроме того, эти программы суттєво повлиянили доверие до гражданского общества, оскільки таким чином было продемонстрировано, что гражданское общество может оперировать государственным бюджетом, может быть эффективным, подзвитным, может демонстрировать, что оно может работать в межах финансово-фискального рамки державного бюджета. И, главное, я думаю, что появилось переконание, что даже такие вещи, которые создавались неможливыми для проведения, они все-таки остаются возможными, в том разе, если происходит объединение не государственного сектора, а государственного сектора, окременных личностей, и целоспрямованные політики на то, чтобы отвечать кращим практикам европейских. Украина в непростий час не могла находить державного финансирования на надание відповедных послуг и забезпечения медикаментами тих людей, которые потребуют. Но, и, напевно, поэтому увага державы в течение момента была трошки, скажем так, отдалена от реальных проблем людьми. Держава понимала, что так, это доноры, с другим стороны, общественные организации, они там что-то обеспечивают минимальную потребу этих людей, украинцев этих, а мы как сдал, поэтому залучение сюда державы, интерес державы и державного финансирования это необходима умова, чтобы все державные и местные органы влады понимали, что это не абстрактная проблема доноров и громадских организаций, что это загальнодержавная справа, на которую нужно выделять необходимые деньги, деньги мают контролироваться и эффективно спрямовываться, поэтому план переходу это как раз посиление роли державы и посиление роли державной ответственности перед долей людей, на которые держава должна обеспечить належным уровнем послуг и медикаментов. Нам удалось запустить и створить механизм Национальной Ради с поделания ВИЛСНИДу туберкульозу как тесна взаимодія институтов державної влади, громадянского суспільства и релігийных организаций, которые тоже дают частину своих послуг. И очень важно, что мы не замкнули деятельность Национальной Ради лишь на державном уровне, а мы намагалися и были створены соответственно МИССЕВИ Ради на ревне органов МИССЕВИ МИССЕВИ ДЕРЖАВНОЙ ВЛАДИ. Что это дало? Это дало нам понимание и доступ до людей, которые потребуют нашей помощи. И мне кажется, за рахунок этого Украина досягла достаточно швидкого прогресса. Улан Переходов надав возможность и была створена в 2018 году бюджетная программа Министерства охраны здоровья, яка уже может делать безусловие закупки послуг у громадских организаций, закупки медикаментов для соответствующего поширения. больше того, в 2019 году надано было таке право и местным органам влади надавать соответствующую помощь. Целі, которые поставили нам Парижская декларация с точки точки зрения достигнения соответствующих показников и того, чтобы люди знали 90-90-90, они уже сегодня выглядят не так фантастично, как выглядали еще три года. Мы уже с одного боку маем поддержку международных организаций, международных доноров и Глобального фонда, с другого боку мы уже перейшли план перехода на державное финансирование и надавление соответствующих послуг. Тому мне здаётся основным прорывом этих трех годов это как раз была связка и взаимодия и налагоджение абсолютно конструктивных відносин гражданским суспільством и органов влади. Одна из главных миссий громадских организаций, когда 100% життя не даёт спокойно расслабиться чиновникам, намагающись постійно загострювати проблеми, которые у обычных громадян, которые надают послуги. Это с одного боку стимулирование и тримание в гарном органов 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 влади. Это практичная работа надания конкретной допомоги людям, которые потребуют допомоги. И тут очень важно еще раз наголосить, у органов державной влады, даже местного самоварядования не имеет 100% доступа до пациентов, до тех людей, которые потребуют допомоги. И поэтому с точки зрения того, что, первое, органы влады самые очень неповоротливые, так бы говорить, они очень инерційные, им очень тяжело набрать темпы и швидкость с одного боку. Решения в органах влады принимаются всегда очень тяжело и очень долго, но громадские организации более быстрые, более эффективные, доступные, до них больше доверия. Подобается так или нет, это в всему свете есть. Влады не доверяют. Влады не каждый может даже сказать про то, что открыть и признать свой статус або попросить у державы допомогу. Потому что очевидно мы понимаем, что тут мае зберегаться конфиденциальность. А вот до людей, которые самыми частью громадянского суспільства, частина из них, активистов, которые тоже мают позитивный статус, соответственно, безумовно, у них взаимодействие крашен. И вот ця коалиция громадских организаций, я переконан, что будет, в том числе, не дать возможности, скажем так, повернуть назад те реформи, которые мы сделали за четыре останні роки. Так, будет непросто, так, будет тяжело, но я переконан, что Украина будет выполнять свои обязанности даже не перед международными донорами, а перед людьми, перед украинцами, которые ждут от государства или от общественных организаций соответствующей помощи. Мне очень приятно, что у нас всегда складывались хоть непростые отношения, хоть иногда и загостренные какие-то моменты, но я как топ-чиновник никогда не воспринимал взаимоведносин с громадской организацией как конкурент. Я всегда сказал, мы не конкуренти, мы не маем противостоять, мы не маем конкурировать между собой, кто лучше, кто гирже. Мы должны дополнивать один одного. Держава має свою работу 100% життя, другие громадские организации мают свою работу. Мне очень приятно, что и мы на государственном уровне пытались держать высокую планку. Мне очень приятно, что у нас были и есть прекрасными партнерами организации 100% життя, которые делают ту миссию, которую окрестно них в Украине никто не может. не не Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...